Несмотря на предупреждение МЧС и введение санкции за выход на лед, любители зимней рыбалки продолжают рисковать своей жизнью. На прошлой неделе на Рыбинском водохранилище пятеро местных жителей передвигались по еще тонкому и опасному покрытию льда на каракатах. Льдина открылась, и рыбаки оказались в ловушке. К счастью, спасатели подоспели вовремя. Спустя два дня, 8 декабря, еще четверо человек оказались в западне. Рыбаки застряли на острове Центральном и не имели возможности самостоятельно вернуться. Пострадавшие сами связались со спасателями и их благополучно доставили на берег с помощью катера. Стоит отметить, что сезон зимней рыбалки у местных любителей начинается задолго до того, как на водоемах толщина ледяного покрытия становится безопасной, а именно 7 сантиметров. И это нередко приводит к трагедии. МЧС напоминает человеку, провалившемуся под лед, достаточно 10 минут, чтобы получить смертельное переохлаждение. За этот небольшой промежуток времени спасатели могут не успеть добраться до вас и оказать помощь. Были случаи, когда выдерживали до 15 минут рыбаки, но обычно гораздо меньше. Но спасатели выезжают буквально немедленно, в течение трех минут. Это зависит от места, где произошло происшествие. То есть от отдаленности места от базирования спасателей. Ну, в течение, наверное, 10-15 минут они смогли бы успеть на место, если немедленно будет сообщено о людях, терпящих бедствия. В борьбе за экстримами уже введены штрафные санкции за выход на лед. Периодически сотрудники МЧС и ГМС проводят профилактические рейды по выявлению нарушителей. Но, как показывает практика, даже те рыбаки, которые уже оказались в ледяной ловушке, однажды снова выйдут на тонкий лед. В связи с этим хотелось обратиться к жителям города Рыбинска. Если не увидят терпящих бедствия на Волге или других водоемах в черте города или за городом, сразу же звонить по телефону 112.